Улица Толстого в Вольске. Здесь рядом расположены детский сад и медицинский колледж. Но пройти к ним можно только по проезжей части. По словам местных жителей, нормальной пешеходной зоны здесь никогда не было. Раньше здесь вообще не было. Дорога вся была разбита, тротуаров не было вообще никаких. Зимой было очень сложно ходить. То есть мы не знали вообще, как идти, куда прятаться от машин. А щебень марки какой? 800. 800? Ивантеевский. Ну да, да. Но вы смотрите, бордюры-то сколки тоже сюда не надо. Вы контролируете. Вдоль колледжа к детскому саду начали делать тротуар. Депутат Госдумы Николай Панков приехал проверить ход работ. Сразу обратил внимание на качество материалов. Недочеты строителям нужно будет исправить. Пока что рабочие установили бордюры и уложили часть щебенки. Я почему еще и приехал, во-первых, в выходной и после дождя, я хотел посмотреть и убедиться, насколько правильно они делают. Укладывают асфальт или нет. Асфальт они пока не укладывают. Это правильно. Мы говорим о том, что мы прежде всего должны обеспечить качество. Поэтому здесь никакой спешки нет. Но и между тем мы должны уложиться в сроки контракта. А эта дорога ведет в детский сад. На улице Краснооктябрьская только начали вскрывать старое покрытие. Благодаря инициативе Николая Панкова здесь тоже появится ровный тротуар. За работами следит и общественный совет. Не в сапогах все время ходить, да, и зимой, и летом. А все-таки уже будет тротуар, возможность в туфельках пройти, в коляске пройти. Дети вот идут школы вот оттуда и сюда. И школы так же идут оттуда и сюда. Да, да, я же про это говорю. Поэтому вы правильно говорите. И дальше уже будем с власти требовать. Ребята, опиловку деревьев делайте. Значит, тротуар, чтобы у вас не зарастал, да. Зимой, значит, есть возможность убирать технику. По словам Николая Панкова, ремонтировать пешеходную зону нужно небольшими участками, а не весь тротуар целиком, чтобы людям было где ходить. Все работы должны завершить уже в октябре. Также парламентарий отметил, что на этом благоустройство тротуаров не закончится. В следующем году на пешеходной зоне Гольска депутат планирует привлечь 60 миллионов рублей. Полина Попенец, Роман Шердяев, Саратов, 24.